Эта программа «Здравствуйте!» и мы рады приветствовать в студии очередного гостя. Это художник, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Александр Петров. Доброе утро! Доброе утро! Александр Александрович, три цикла ваших художественных работ представлены на сыскании престижной премии имени Габдулы Тукая. Расскажите, пожалуйста, о ваших работах нашли свое отражение стихи Тукая или же это его биография все же? Нет, это все-таки стихи Тукая. Вот сейчас, в данную минуту, уже идет экспозиция моих работ, вот прямо сейчас вешают, там будет представлено около 40 работ произведений живописи. Они будут составлять, вся экспозиция будет состоять из трех серий. Вот на стихи Тукая или, можно сказать, по произведениям Тукая. Одна серия, вторая серия – это «Память и булгар». И третья серия, может, моя самая любимая серия – это «Из детства». Ну, эти серии, кстати, они между собой очень тесно связаны. Это только названием они отличаются. Практически тема, она перетекает из одних живописных работ в другие. Да, вот. Вот вы же еще и медальер, вы автор, вы автор работы юбилейных медалей о Габдуле Тукае. Что на них изображено? Да, я, если заметьте, начинал как скульптор. Вот в искусстве, да, и в союз художников вступал как скульптор. И у меня поэтому первые работы были посвящены Тукае именно в мелкой пластике. Это скульптура малых форм. Отлиты они в алюминии. Так, сейчас, если я вспомню, это центральная часть портрет Тукая, потом Тукай в Казани и Тукай в Крылае, где он провел свое детство. Это что касается скульптурных работ. Но живописные работы, они уже носят немножко другой характер. Здесь, конечно, все они посвящены Тукаю и тому краю, вот где он рос, в природе этого края, Крылаю. Дядюшки Сагди. Можно перечислить эти произведения. Вот Казани и Заказания на стихи. Такая живописная работа есть. Вот вы что-то принесли, вот может быть, вы нам покажете. Да, мы сейчас посмотрим, как, например, вот стихи Тукая или произведения Тукая можно приложить на язык изобразительного искусства. Вот это удивительно, конечно. Вот, например, сейчас я разверну, взял свою книжечку вот такую. Вот маленький, как была Тукая. Да, это триптих, он называется, называется триптих «Мальчик с дудочкой». Идея такова, что, например, поэт сидит в комнате в сумерках, пишет стихи, и какой-то мальчик-сорванец пристроился на заборе и играет неумело, умело играет под окошком и не дает ему сосредоточиться. Ну, здесь где-то проходит Арба, Татарин. Вот примерно такие результаты происходят. Вот так вот тепло веет от этих картин. Ну, если говорить точнее, то нужно быть на выставке, чтобы конкретно вот по каждой работе пройтись. Прочувствовать это, да. И прочувствовать, рассказать. И здесь вот в студии об этом трудно рассказать. Это на одноглядный жиропись смотреть. Ну, давайте вернемся к пейзажной серии. Она у вас называется «Памяти Булгар». Вот почему именно эти архитектурные памятники вам так близки? Ну, я так, это «Памяти Булгар» серия началась с 2014 года. Тогда проходил республиканский пленэр в Булгарах, собрались художники из республики. И вот меня эта тема так захватила и по сей день даже не отпускает. Ваду шевел настолько. На эту тему у меня сейчас создано уже больше 20, наверное, можно около 30 произведений. Она будет одна из самых обширных серий, представленная на выставке. Можно все увидеть. Это такое место. Вот меня больше там интересует не столько, ну, как бы... Архитектура. История там, а вот сама, сам край, место, воздух, который... Ну, и, естественно, архитектура. Вот и все это нашло отражение моих вот живописных произведений. Да, обязательно нужно посмотреть. Вот вы многогранный художник, скульптор. Ваша дочь тоже художник, создает ювелирные работы. Сын дизайнер. Не жалеете, что они не стали художниками? Живописцами. А, живописцами? Да, я думаю, нет. Каждому свое? Да, молодое поколение, они все-таки приверженцы вот такого нового, как будто, направления. Направление, конечно, дизайн. Вот. Сын у меня занимается дизайном, интерьеры делает, квартиры, домов. А дочь увлекается ювелирным искусством. Вот мы, проводя юбилейный выставок в 60-летие, дочь со мной вместе даже выставлялась. Это была ее первая такая выставка. Да. Вот мы знаем, что вы в свое время выставлялись в Париже. Вот с какими работами? Расскажите, пожалуйста. Это было очень давно, очень было давно. Но было все же. Первые, наверное, были, это 80-е, начало 90-х годов. Первые опыты такие были еще в живописи. Ну, тогда были у меня, ну, неплохие представленные натюрморты красивые. Я и сейчас этой темой занимаюсь. Это же вот небольшая часть только моего творчества представлено здесь на выставке. А у меня много других серий есть. Серии в провинции, это в основном работа посещенной Елавуде. Другая серия – импровизация реальности. Это как раз работа, где у меня больше таких, ну, декоративных вещей, где я много применяю рельефов, там, ну, импровизации на грани абстракции. Времена года, в основном времена года. Ой, это прекрасно. Александр Александрович, мы желаем вам творческого вдохновения. Еще ни одной выставки, как говорят, чтобы их было множество. И, конечно же, и вашим детям успехов творческих. Спасибо, что пришли к нам. Ну, пользуясь случаем, я приглашаю зрителей, любителей жизни посетить мою выставку. Сегодня открытие. Обязательно посетим. Спасибо вам огромное. Спасибо еще раз за такую занимательную беседу.